Друзья, добрый день, на связи Максим Петров. Рад приветствовать вас на канале MaxCapital, на котором мы развиваем инвесторское мышление. Говорим о том, куда инвестировать в наши непростые времена. Тема сегодняшнего видео – секреты денег, как стать богатым. Смотрите данное видео обязательно до конца, потому что я поделюсь своими собственными выводами относительно того, кто становится и почему богатыми. Эти выводы строятся на основе моего опыта, начиная с рядового инвестиционного консультанта в инвестиционной компании «Тройка Диалог» до текущего момента, когда я консультирую очень состоятельных людей. То есть в моей жизни были разные клиенты, то есть на начальном этапе работы это были люди с капиталом от 30 тысяч рублей, которые инвестировали. Сейчас, соответственно, для того, чтобы со мной работать, нужно иметь капитал от 100 миллионов рублей. Я здесь в сжатом виде постараюсь вот именно раскрыть некие секреты, чем отличаются богатые от бедных, на чем фокусируются богатые, за счет чего создается богатство, какие привычки у людей приводят к бедности непосредственно, чем отличаются в основном богатые люди от бедных. Я сейчас постараюсь это сказать, как если бы я это говорил своим собственным детям, которых бы я выпускал в большой путь. Я стараюсь, в принципе, их в этом ключе воспитывать. Ценности, привычки, какое поведение я стараюсь непосредственно у них вырабатывать. Первое, ну то есть для меня такая очень простая система, которая позволяет очень просто вписать свое мышление, это то, что для чего нужны деньги. Когда мы получаем деньги, мы их получаем взамен чего-то. Приходят они в нашу жизнь, так как деньги это мера стоимости. Измеряется что-то. Измеряется, на самом деле, очень много на канале было сказано, измеряется так называемая потребительская ценность. Чем больше ценности ты создаешь, чем больше ценности ты можешь отдать, тем больше денег приходит в твою жизнь. Тем большую заработную плану ты получаешь, тем больше доход ты получаешь, если у тебя какой-то бизнес, который создает ценность для людей. И поэтому, когда мы говорим о деньгах и о большом количестве денег, сначала нужно понимать, что деньги сами по себе это мера стоимости. И следующим шагом мы должны понимать, что если это мера стоимости, то что непосредственно измеряется. И что мы можем получить с помощью денег. И в этом ключе есть пирамида потребностей масла, есть у Тони Робинсона тренинги некое упражнение, которое он говорит, то есть что мы можем купить за деньги, для чего людям деньги. Первое это удовлетворение базовых потребностей. Деньги нам нужны, чтобы купить еду, деньги нам нужны, чтобы купить недвижимость, в которой жить. И недвижимость в данном случае больше как элементы безопасности. То есть жилища, защита, где защищены наши вещи, где защищено наше тело, здоровье, непосредственно это защищается. Это все относится к базовым потребностям, даже психологическим, быть защищенным. И это первое, к чему стремится любой человек, к некой такой защите. Тем более мы живем в России, у нас тут холодно бывает, да, половина времени в году. Поэтому для нас это является очень важной штукой, куда направляется большое количество усилий, куда направляется очень большое количество той внутренней ценности, которую мы производим. Опять-таки, мы даже если получаем заработную плату и хотим накопить на недвижимость заработную плату, мы получаем взамен чего-то. То есть мы отдаем свое время. И мы время обменим на удовлетворение вот этих вот базовых потребностей в безопасности. Второй уровень потребностей заключается в том, что деньги нам нужны для того, чтобы почувствовать вкус жизни. Развлечения, хобби, путешествия, рестораны, дискотеки. Мы хотим получать новые ощущения, мы хотим испытывать новые ощущения. И за это мы готовы платить. Мы не можем перейти к удовлетворению второго уровня потребности во вкусе жизни, пока у нас не закрыты базовые потребности. В том же самом жилище, достаточном уровне дохода для того, чтобы хорошо, качественно питаться, чтобы получить качественную медицину. И поэтому получается это некий второй уровень, который достигается после того, как закрыты основные базовые потребности. Когда же денег и активного дохода становится больше? Следующим уровнем потребности, который мы удовлетворяем за счет денег, является потребность собственной значимости. Это вопросы престижные автомобили, престижные квартиры, какие-то дорогие украшения, престижная одежда, престижное образование. Все, что касается престижа, все, что касается лакшери, вот это вот все, оно как бы удовлетворяется после удовлетворения первых двух потребностей. Опять же, когда мы можем это получить? Когда у нас больше дохода, когда мы получаем больше денег через отдачу какой-то ценности. Ценности могут быть разные. Я вижу, как некоторые люди могут привести пример, что там девушки, которые не отличаются особым интеллектом, получают такого, что им там дают деньги. Им дарят машины, им дарят дорогие сумочки, им дарят дорогие украшения. Ну, ребят, подумайте еще раз, какую ценность представляет в этом случае человек, да, то есть что он в принципе отдает. Всегда деньги идут взамен ценности, которые человек дает. Подумайте об этом очень хорошо. И чем больше эта ценность, тем больше денежных средств получается. И четвертый уровень таких потребностей, опять же, я говорю по технологии Тони Робинса, заключается в том, что это любить и быть любимым. Но здесь я, наверное, немножко не соглашусь, потому что, ну, любовь за деньги не покупаются. Следующие, высшие уровни, это постоянное развитие и это отдавание. Причем отдавание в широком смысле. Отдавание большему количеству людей. Отдавание некое бескорыстное. Возвращаясь к нашему вопросу о секретах денег, каким образом стать богатым. Когда вы понимаете вот эти вот принципы, вы увидите, что в любом случае богатство и количество денег, которое получается, оно идет через создание ценности потребительской. И большинство людей не может пойти по-другому. Я говорю о том, что если вы хотите стать богатым, вы эту пирамиду должны перевернуть на 180 градусов. Вы должны в приоритете направлять деньги не на удовлетворение базовых потребностей. Я не буду ходить с кнопочным телефоном, потому что он стоит полторы тысячи рублей, меня все засмеют. Я лучше в кредит возьму айфон. Что такое взятие айфон в данном случае? Это не что иное, как удовлетворение в собственной значимости. И здесь получается, что человек, который имеет невысокую заработную плату и берет этот телефон в кредит, в удовлетворении своей потребности собственной значимости, он, соответственно, обменивает свое время, потому что он продает время, он работает по найму, и деньги к нему приходят только в качестве заработной платы. Он отдает, во-первых, свои деньги уже имеющиеся, во-вторых, он отдает больше даже, чем стоит эта вещь. И вопрос опять значимости, если вы являетесь волонтером какой-либо благотворительной организации. То есть вы можете чем гордиться? Вы можете гордиться дорогим айфоном, или вы можете гордиться опять-таки собственную значимость, может быть, удовлетворять тем, что вы помогаете большему количеству людей безвозмездно. То есть как вы это делаете? Поэтому, когда я говорю о секреты богатых, люди, которые, в принципе, становятся богатые, люди, которые зарабатывают много, они как раз-таки, почему такими становятся? Потому что они переворачивают эту пирамиду и говорят, а как я могу отдавать больше? Конечно, я понимаю, что здесь важным является поговорка. Смело мраю в шалашену до первых заморозков. Конечно же, когда базовые потребности не удовлетворены, сложно думать о чем-то высоком. Но залог успеха богатых людей, и кто становится богатыми людьми? Они или же жизненные ситуации ставятся в такую. Ну, то есть они теряют все. Они могут потерять все. Они могут потерять семью, могут потерять работу. И вот что-то такое переклинивает. Посмотрите, кстати, в этом плане очень хороший фильм есть. Джейн называется, где Дженнифер Лоуренс снимается. Там очень показательная ситуация, когда женщина работает на несколько работ, муж ей не помогает, она там все кружится, кружится, кружится. Потом в итоге она поставлена в такую ситуацию, она не может не изменить свое мышление. Ну, потому что все рухнуло. И она изобретает вот эту вот швабру, которая позволяет ей стать миллионершей. И как она этот путь непосредственно проходит? Основанно на реальных событиях, посмотрите, очень толково, может быть, даже более понятно будет, чем я в настоящий момент объяснил. То есть вариант. Или человек слышит эксперта, и его экспертное мнение. Для кого-то я, может быть, буду таким человеком, который возьмет это как пример и скажет, да, Максим, я хочу создать большему количеству людей, больше потребительской ценности. И тогда вы станете богатым. Второе, это основной проблемой, как я считаю, во всем мире заключается невежество. И невежество, что я подразумеваю под невежеством? Когда вы получаете определенные знания, когда вы получаете определенную схему, достаточно простую, но вы просто ею не пользуетесь, потому что уровень невежества столь высок, что, Максим, о чем ты вообще говоришь? Ну, какая ценность? Какая благотворительность? О чем ты говоришь? Я буду заниматься благотворительностью, когда у меня будет на счете 100 миллионов рублей лежать. Вот тогда я, может быть, подумаю о благотворительности. О каком развитии ты говоришь? Какие книжки читать? Я, в принципе, уже подписан на твой канал. Вот ты все это почитай, ты вот это вот все расскажи. А я, соответственно, послушаю и, может быть, сделаю то, что ты говоришь. Если это соответствует тому уровню знаний, той открытости, которой я готов потреблять, эту информацию. А если ты еще и деньги попросишь за это, то ты вообще там чмо последнее. Потому что деньги просишь за знания, которые ты должен отдавать бесплатно, ты сам очень много говоришь про благотворительность. Это нормально. Раз, я говорю. Два, я понимаю, что такое имеет право. Я не говорю, что это плохо. Я говорю, что чем шире вы будете открыты миру, чем шире будете думать, чем больше будет сфокусировано мысли на том, что я могу создать ценного, а мы все уникальны. У нас есть какие-то вещи, которые нам нравится делать, которые мы бы обязательно делали, даже чтобы за это не получать деньги. И люди готовы это брать, и люди готовы это получать. И поэтому вопрос в просто упаковке заключается. У меня есть очень классный пример в клубе, в нашем закрытом клубе инвесторов, когда человеку просто, он занимался IT в мегафоне и по-прежнему занимается. Но ему очень понравился наш клуб, ему очень понравился наш практикум фундаментальный, как оценивать бумаги, как спрогнозировать фундаментальный анализ, как определить будущее стоимости акции, как определить дивидендный доход. И он говорит, «Ребят, мне вообще это легко, я могу подтянуть информацию, я могу создать сервис, который непосредственно на этом работает». И он на самом деле за 6 месяцев по собственному энтузиазму создал обалденный сервис для наших клиентов, вплоть до того, что он сейчас вышел на уровень монетизации этого сервиса. И по планам он уже через следующие 12 месяцев просто с этого сервиса будет получать пассивный доход, может быть, столько же, сколько получает активного дохода. Через создание ценностей, через нахождение в клубе, через общение со мной в качестве наставника, соответственно, приход именно к этому. Человеку это нравится, его прет, запрос на это есть, и просто немножко докрутить, сократить немного уровень невежества и стать открытым к тому, что, в принципе, можно сделать. Но банальности это уже все знают. Поменяйте окружение, не покупайте там дешевые вещи, купите лучше одну вещь хорошую, качественную, но которая будет служить долго и не будет ломаться. Не покупайте в кредит, это очевидные вещи. Если вы посмотрите в суть всех этих рекомендаций, будьте менее невежественны, покупайте то, что создает ценность и сами создавайте ценность. И это очень важно сейчас в меняющейся непростой ситуации, потому что меняется мировой порядок, меняется система управления экономикой, вот в этом видео мы как раз таки об этом говорим. Но ценность, потребительская ценность, она никуда не денется. Поэтому, друзья, я уверен, секрет богатства заключается в секрете создавать больше потребительской ценности за единицу времени. Вы можете наблюдать за мной лично, каким образом я это делаю, через подписку на канал, поэтому обязательно щелкните на подписаться и колокольчик, чтобы получать уведомления о выходе новых видео. Второй шаг, это подумать действительно самостоятельно над тем, какую ценность можете создать. Есть идея, может быть, даже запустить какой-то мастер-класс или марафон, какие упражнения можно пройти для того, чтобы эту ценность определить. Если вам было бы интересно принять участие, оставьте комментарии по данным видео, напишите марафон, соберем тысячу комментариев, я думаю, мы сделаем такого рода марафон, чтобы вот именно покрутить внутри себя, какую ценность я непосредственно могу создать. У меня же сегодня на этом все. На связи был Максим Петров. До свидания, удачи, всего самого хорошего. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok